Школьные годы – это время, когда у детей очень часто формируется нарушение осанки. Период жизни от 7 до 16 лет – это период интенсивного роста скелета. Время, когда возникает дисбаланс между силой и выносливостью мышц и связок и развитием скелета. В процессе учебной жизни ребенок вынужден много времени сидеть. Его позвоночник подвергается очень большим испытаниям. И чтобы максимально снизить нагрузку на позвоночник, необходимо правильно организовать рабочее место школьника. Главное правило – стул и стул должны соответствовать росту ребенка. Если стул имеет регулировку спинки и сидения, его легко настроить под рост ученика. Для этого ребенка нужно посадить на сидение. Ступни должны стоять на опоре. Коленочки на сгибе образовывать прямой угол, а край сидения не должен упираться в ножку под коленкой. Спинка стула должна соответствовать физиологическим изгибам позвоночника. По высоте быть до углов лопаток и чуть выше. И поддерживать позвоночник, что способствует наименьшей утомляемости ребенка. На стульях, изготовленных для школьников, не должно быть подлокотников. Ведь при опоре на них школьник будет расслаблять мышцы спины, что может привести к нарушению осанки. А вот для кресел, имеющих специальную поддерживающую спинку, другое правило. Здесь иметь или нет подлокотники играет роль стол. Если, к примеру, компьютерный стол с выдвижной клавиатурой, ученику подлокотники нужны для того, чтобы локти не висели и плечи не были опущены, когда клавиатура выдвинута. Детский стол или кресло всегда должны быть в гармоничной комбинации со столом. Стол также желательно настроить под ученика. Для этого пусть ребенок сядет за стол, руки опустит вдоль туловища. Правильная высота стола та, при которой согнутая в локте рука является продолжением столешницы. Для школьников младших классов очень важно использование наклона столешницы от 15 до 30 градусов. Очень хорошо, если у школьника стол-трансформер, который может позволить ему работать не только сидя, но и стоя. Чередование положения тела, сидя, стоя, по мнению специалистов, дает положительные результаты формирования осанки. И помните, что во время домашних занятий у ребенка должны быть 15-минутные перерывы через каждые 45 минут. Удобное рабочее место, хорошее освещение и правильно подобранный режим дня позволят не только сохранить осанку школьника, но и сделать его учебу более легкой и продуктивной. Компания «Правильно сиди» – официальный представитель ведущих фабрик растущей мебели. России, Германии, Украины, Тайване, Южной Корее. Выставочный офис интернет-магазина открыт для вас по предварительному звонку в любое время. Мебель для здоровой жизни. Здоровые детки. Хорошие отметки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова